добрый вечер это спорт на первом сегодня для вас работают никита кондратов и виктор савченко мы конечно обсуждаем самые главные самые крутые спортивные события последней недели и есть о чем поговорить поехали вот наш анонс конечно же мы поговорим о новом главном тренере шерифа кто такой роман пилипчук роман пилипчук есть много о чем рассказать но помимо футбола у нас тоже кое что есть например бокс бокс и тут мы будем говорить о деньгах что причем немалых пошел кубок европы наши ребята в призерах взяли серебро и бронзу неплохо заработали например за второе место получили 10 тысяч долларов обалдеть успехи приднестровского дзюдо нас также ждут финал кубка приднестровья по баскетболу ну и будем говорить о соки там очень много всего интересного балла на неделе начинаем конечно же главная новость прошедшей недели шериф нашел себе нового главного тренер им стал роман пилипчук конечно у нас спортивная передача поэтому все наши зрители уже об этом знают сейчас попробуем копнуть глубже кто же такой роман пилипчук человек который руководил многими клубами но по-настоящему известен стал по работе в московском спартаке там он работал в штабе массимо карреры там пилипчука называли тактическим гением там он собственно говоря отвечал за разбор игры соперников да и спартак тогда стал чемпионом потом пилипчук ушел и спартак дальше чемпион за чемпионом да да он он работал еще после спартака работал помощником тренер тренера в грозенском тереке и потом решил начать сольную карьеру вот и работал работал в словении но кстати до этого как стать помощниками работ в россии свой тренерский путь он начинал в кишиневской дачи между прочим работал еще и в минском динамо тоже известная команда а в словении он со своей командой которая до этого была восьмой в чемпионате занял второе место то есть поднял ее достаточно высоко конечно будем еще говорить о первых впечатлениях романе пилипчуке пока все говорят что много общается много общается в том числе с игроками очевидно будет много общаться с прессой и видимо его голос уже в роли тренера шерифа мы 21 октября в субботу услышим все на матч шериф спартаний пилипчук дебютирует а у наших спортивных журналистов будет возможность его на пресс-конференции да послушать познакомиться и потом фотограф будете брать сразу да скорее всего да я думаю что надо а потом у пилипчука еще один дебют 26 октября когда шериф будет играть с серветом пилипчук как главный тренер дебютирует еврокубках для него это важно для шерифа это важно сам пилипчук в одном из своих самых известных интервью которые он дал месяц назад российским журналистам говорит что еврокубки это вообще фантастика потому что когда он работал в спартаке спартак играл в лиге чемпионов пилипчук тогда не был главным тренером но он до сих пор вспоминает те эмоции от того турнира там тоже есть что вспомнить тогда например спартак обыграл севилью 51 но я думаю что тот лига чемпионский опыт пилипчику пригодится потому что шериф потерпел крупнейшее поражение в истории в праге к сожалению мы будем возвращаться к нему и спартак через такое прошел в той лиге чемпионов тогда они проиграли ливерпулю до разгромного игра разгромная но для шерифа на самом деле и приход пилипчука и матчи в лиге европы очень важны неважно что команда даже проиграла эту игру в праге она ну как минимум за третье место в группе чтобы пройти дальше в лигу конференции будет бороться с этим серветом так что впереди много интересного много говорим да пора уже познакомиться с романом пилипчуком поехали кто станет новым главным тренером шерифа после отставки роберта борди на этим вопросом задавались все фанаты желто-черных ходили слухи проект с тренера цска леонида слуцкого еще один бывший тренер армейцев а сейчас урала виктор гончаренко тоже фигурировал в списках на пост главного тренера но он остался в екатеринбурге а в террасполь приехал роман пилипчук нового главного тренера шериф нашел меньше чем за неделю и это в разгар сезона когда перемены в команде происходят из-за того что когда что-то идет не так поэтому наверное все таки 0 6 это тот результат который не ожидал никто и пережить его легко было бы очень сложно и и оставлять это тоже так как все происходило наверное тоже было бы неправильно поэтому сейчас уже никто не думает об этом результате потому что новый тренер новые идеи тактические новые концепции тренировок то есть немножко изменилось все и поэтому ребятам некогда вспоминать то что было за спиной то что оставили там мы будем наверное все вы как болельщики и мы как работники клуба больше будем складывать свое впечатление о конечном результате и тогда мы уже будем переносить его на тренера да но как пока первые впечатления приятный человек с амбициями человек болеет работой в хорошем смысле слова он переживает он хочет что-то изменить лучшему это здорово это посмотрим главное чтобы это нам хватило времени какие цели и задачи он возвышал в нашем клубе одни цели и задачи всегда выигрывать в каждой игре путь филипчука в футболе необычный учился в киевском институте пищевой промышленности в 1989 нападающего студента разглядели тренеры ивановского текстильщика через сезон уехал в московское динамо там забивал с передач воспитанника терраспольского футбола игоря добровольского объединяет их не только динамо но и кишиневская дача в 2008 пилипчук возглавил даков привел их к серебру и ушел его место занял как раз игорь добровольцы после дачи пилипчук работал помощником главного тренера отвечал за тактику заговорили о нем в 2016 тогда он пришел в московский спартак и через год помог красно-белым вернуть чемпионство потом пилипчук пережил страшную трагедию спартаке я пережил и самое большое разочарование в жизни потерю дочери эта трагедия но жизнь продолжается надо двигаться дальше работать не зацикливаться на грустных мыслях на все воле божья в один год в спартаке опознал и радость и горе после спартака поработал помощником в телике а дальше начал сольную карьеру возглавлял минская динамо и олимп долгопрудный последний сезон пилипчук провел в словении и там произвел фурор до прихода пилипчука цели занимал восьмое место а в прошлом сезоне взял серебро при этом выдал несколько футбольных триллеров с грандами славянского футбола олимпия и марибора цели олимпия после первого тайма команда пилипчука проигрывает 02 после разговора в раздевалке цели забивает 4 и выигрывает игру с марибором тоже проигрывали 02 но смогли спасти матч в общем роман пилипчук может внести коррективы найти нужные слова и перевернуть матч ориентир в профессии для пилипчука это юрген клоп из ливерпуля это можно судить и по аватарке в социальных сетях там фото с тренером мерси сайдса его сделали во время визита ливерпуля в москву тогда спартак играл в лиге чемпиона ты не можешь копировать игру ливерпуля или барселоны просто потому что в твоем распоряжении нет таких футболистов когда сегодня смотришь протокол матчей спартака с ливерпулем осознаешь что пересекался с величайшими футболистами своего времени мане салах фирмина да и в целом от той спартаковской лиги чемпионов остались запредельные эмоции просто кайф получил такие игры раскрывают глаза на настоящий большой футбол тогда пилипчук работал помощником теперь дебютирует в еврокубках как главный тренер и возможно снова встретиться с клопом для этого надо выйти в плей-офф лиги европы после двух поражений на старте это задача со звездочкой первый шаг цели взять три очка в матче с серветом 26 октября на главной арене продолжим о футболе сборная молдавии о которой мы так редко говорим потому что поводов на самом деле мало а теперь они появились вот так вот эта сборная творит что-то невероятное да они близки к выходу на чемпионат европы когда вообще подумать что мы это вслух когда-нибудь произнесем сборная молдавии по футболу она всерьез претендует на то чтобы поехать на евро в германию в двадцать четвертом году да они на днях сыграли в ничью с грозной сборной польши в гостях в гостях где там роберт ливандовский исчезный так далее но сборная молдавии отобрал большин раз очки у поляков сначала обыграли в кишиневе 2 сейчас в польше 1-1 поляков практически лишили вообще шанса поехать на евро группа серьезная там еще чехия и очень сильная албания и вот в этой компании сборная молдавии претендует на выход ну албания там лидер она фурор на производит в этом отборе и скорее всего выйди туда и вот кстати с албанцами и с чехами остались две игры у сборной молдавии вот решающие возможно они сотворят чудо никогда действительно такого не было может быть там в начале 90-х годов сборная молдавии немножечко пофеерило но уже и по количеству набранных очков и по возможности куда-то поехать это абсолютный рекорд и кто же его творит кто эти футболисты о которых на самом деле даже искушенный болельщик немного то и знает да они где-то там играют за границей кто-то в румынии кто-то в российском чемпионате порой не на ведущих ролях и вот из них сергей клещенко главный тренер сборной молдавии на сумму что его роль тоже не не надо значит наверное его роль номер один мы пятерку отобрали на первом месте у нас конечно кто вадим рация до приднестровский след в этой сборной молдавии воспитанник шерифа до говорят что академия футбола не дает сильных футболистов вот вадим рация один из лидеров сборной молдавии которая претендует на то чтобы поехать на евро еще футболисты и он николаевску теперь уже в свои 25 лет лучший бомбардир сборной молдавии за всю историю обошел в этой роли как раз таки своего тренера клещенко он только и рад такому что он так и говорит да практически в каждой игре николаевску забивает и играет он не где-то за голландский херенвент еще один ключевой игрок этой сборной это никита моспан он играет в российской премьер-лиги за воронежский факел да очень хвалят российские комментаторы постоянно его выделяют никита моспан прям открытие чемпионата россии это не преувеличение олег репчук как бы лечить московского спартака скажу про него не хвалят российские комментаторы его не хвалят российские комментаторы но то что молдавский футболист играет в спартаке это уже показатель серьезно а в сборной репчук всегда один из лидеров если не ошибаюсь последний молдавский футболиста был ковальчук который играл за совершенно верно еще один это вратарь дарьян рельян его называют ангел-хранитель сборной но и по результатам в этом сборе можете да он он выручает и с теми же поляками тоже кирилл вакарь когда делал репортажи наш корреспондент о сборной молдавии всегда говорил что рейлян очень общительный такой приятный молодой человек играет он в румынию за команду кинди в общем вот такие вот футбольные дела которые нас удивляют чудеса даже сказал да есть такой человек сергей пащенко который за эту сборную молдавии сыграл достаточно много игр сейчас народу к возраст не позволяет так бы играл до сих пор это мы таким хитрым образом снова возвращаемся к шерифам может через играет он еще не официально не закончил карьеру пащенко не так давно было в студии первого приднестровского телеканала в программе специальный разговор там тоже было много разговоров о шерифе о новом тренере пащенко к нам пришел в студию сразу после того как пилипчук провел первую тренировку шерифе такой у нас был эксклюзив и кстати и его конечно спрашивали о карьере в себя своему завершать или все-таки выйти на поле и был ли соблазн вот выйти на легендарные стадионы сан-сиро олд траффорд и так далее много о чем говорили с я начал такую фразу до своим голкипером выговорить если я выйду на поле то вы все закончите с футболом надеюсь они не закончат футболом пащенко будет заниматься тренерской работой также говорили и о тирасполе ситуации на ближнем востоке тирасполе потому что день города был недавно ну и в общем то и много другого всего футбольного интересного давайте лучшее из интервью сергея пащенко сейчас послушаем вас бы в топ-5 приднестровских футболистов новейшего времени однозначно бы включил вы бы сами себя кстати туда в этот рейтинг включили мы сложно я не люблю такие вопросы и сравнения наверное есть ребята и по мастеровите и карьеру которых получше как то удачки давайте ваш топ-5 мой топ-5 да ну давайте попробуем я на память вопрос такой даст иванов сто процентов но он в пятерку точно конечно же стас наверное из тех кто знакомым любителям терраспольского футбола серёжа ковальчук хотя он сам одессит да играл в спартаке да и игрок московского спартака очень хорошая карьера была александр коваленко я думаю тоже горжи помнят динам москве играл очень много лет игрок сборной молдавии был до воспитанник терраспольского футбола евгений геннадьевич иванов наверное это чуть постарше поколение ваш коллега тогда вратарь да поэтому были так их много просто как их ранжировать сложно я думал что они все достойно но наверное брат тоже заслуживал бы если было бы немножко поудачливее сложилась его карьера и немножко он был бы терпели словно кто из вратарей выйдет стартовом составе шерифа решение принимаете в том числе и вы главный тренер спрашивает у вас совета как это заведено ну с разными тренерами это по-разному то есть в каждом тренерском штабе это происходит по своим направлениям по своим рельсам скажем так как устроен этот процесс но с роберто борди нам все-таки последнее слово было больше за ним то есть он как главный тренер принимал окончательное решение потому кто выйдет в первые 11 в том числе и вратарь но вот мне тоже интересно новый тренер новый главный тренер пришел в команду есть ли риск что он сменит состав тренеров команду может за свое будущее не боитесь да об этом речь ну тренерская работа она такая что незаменимых людей никто никогда и нигде нет не только тренерского любой в принципе нормальной жизни поэтому они так нет есть незаменимые все таки ну сложно сказать но шрифе тренер привозят новый тренеровский штаб ну конечно или каждого каждого тренера есть свои ассистенты есть помощники также как и до этого юрий николаевич верни дуб привозил свой штаб то есть всегда можно найти точки соприкосновения даже тем людям которые остаются допустим и как местные как я виктор михайлов мы немножко можем помочь новому тренерскому штабу быстрее адаптироваться то есть мы уже здесь знаем хорошо местный чемпионат знаем тех игроков которые есть команде поэтому мы тоже вносим свой вклад определенный по этой местной специфике вам уже тренер задавал какие-то вопросы конечно мы общаемся каждый день времени у нас нет у нас есть сборники которые уехали в свои сборные сложно пока в основном те кто играет своих сборных это есть основные игроки нашей команды то есть они сейчас вне команды команда перестраивается по философии поведению игры сложно пока ну будем надеяться что мы справимся с этим мы привыкли к тому что стадион шериф как правило заполняется ну или близок заполнению только на матче еврокубков когда речь идет о чемпионате то конечно с количеством болельщиков ну всегда проблема уже долгие годы как думаете когда вообще эта ситуация изменится что нужно для того чтобы у нас люди ходили но в первую очередь на шериф они на там интер реал манчестер или пробу вопрос такой он большой то есть одного ответа я не смогу вам скорее всего дать кто-то из части болельщиков седают на то что мало местных футболистов кто-то о том что большая конкуренция видеопродуктов футбольного то есть потеряли же да конечно поэтому моментов много но по крайней мере я знаю точно что наш клуб пытается изменить эту ситуацию работает с болельщиками и вот последний матч с ромой тоже я в принципе думаю что это было здорово когда мы пытаемся хотя бы как-то весь стадион в цвета выстроить культуру болельния дана у нас на стадионе поэтому я надеюсь что в скором времени хотя я не могу сказать что у нас чемпионат слабый чемпионат дома даже по ситуации в таблице видим что не слабый там четыре команды практически вровень идут конкуренция есть а что насчет кстати местных игроков вот когда местные наконец-то заиграют шерифе от чего это зависит есть же академия футбола да от многих вещей зависит сложно во первых наверное поколение нынешние я по крайней мере делал выводы по своему сыну не до конца мотивирована очень много соблазнов до конца не вкладываются в футбольную жизнь то есть африканцы которые к нам приезжают они мотивированы а местные у африканцев другая мотивация какая интересна выживать есть в принципе они приезжают из тех регионов понимаете откуда трудно да а у нас дети измалованы и залюблены во первых ребята у нас ну давайте вопрос селекции еще возьмем африка да и наше приднестровье да то есть селекция очень сжата у нас выбирать есть талантливые ребята безусловно но кому-то не хватает характера кому-то удачи сложно африканцы генетически они просто сильнее но это физически физически генетически они сильнее они быстрее поэтому а здесь когда в этом процессе часто меняются команды состав футболисты и нужно за короткий срок дать результат то есть времени на то чтобы взращивать этот талант она есть принципе но не всегда хватает терпения тем же футболистом дождаться своего шанса местным вот интересно мы заговорили за менталитет о том как отличаются наши игроки от африканцев но вы не только африканцев не только африканцев шерифе играют но вы играли и в иране и там тоже другой менталитет и там тоже другие игроки как вас тут иран вообще занесло предложение поступило так от агента и вот расскажите какие они игроки то вот я как-то в каком-то своем интервью говорил что нам до футбольной культуры иранской да еще расти и расти полные стадионы полные стадионы телевидение внимание болельщиков инфраструктура отношения той же молодежи к футболу то есть для них это культ и они туда приходят за своей мечтой то есть они вот работают у нас команде я где работал 35 человек было и всем находилась работа и молодежь и они каждый день дорабатывали уходили работали то есть они жили этим этим надо жить то есть футбол это же не приходит так что а сегодня я хочу поиграть футбол завтра пойду туда то есть эта культура и футбол должен стать мечтой да вам не страшно было ехать туда получалось непонятное место ну я вообще человек который любит стабильность то есть не тот человек который любит легко менять то что вокруг тебя происходит поначалу было не то что страшно было были переживания но когда я туда попал я убедился в том что очень гостеприимный народ очень нация такая я чувствовал себя вполне комфортно и ко мне отношения было особенно когда ты хорошо играешь и отдаешься и даешь результат тому клуба за который ты выступаешь то почета уже не наш наш боксер василий чеботарь привез из черногории серебро и 10000 долларов я думаю ты придумываешь на самом деле 10000 долларов каким образом он привез благодаря своим кулакам он взял серебро на кубке европы и там такие призовые да потрясающая новость на самом деле все занимаетесь боксом не только гребли тоже занимаетесь и другими видами спорта но вот все отмечают что на этом турнире просто фантастические финансовые призы такого никогда нет мы обычно привыкли такие суммы слышать футболе и в баскетболе это далеко не всегда а если про бокс то это уже профессиональный там высшая лига но вот это до полу профессиональная она считается бокс и вот 8 василий чеботарь в категории до 75 килограмм взял серебро финале он проиграл вице-чемпиону мира россиянину джамбулату бижамову но я думаю что серебро это был крутой турнир 30 стран 156 спортсменов при этом еще на такая изюминка что финальные бои проходили не в зале а под открытым небом были трибуны и очень много фанатов этого вида спорта пришли понаблюдать за решающими поединками в том числе и наших бойцов или наши еще приднестровские спортсмена то да было было достаточно но к сожалению они не смогли дотянуться до медалей но вот и януш караван боксер из террасполя взял бронзу это же получил а и хорошие деньги 5000 долларов на твоих 15 но за первое место двали выступлением но и с таким призом безусловно заслуженным давайте о других новостях приднестровского спорта сейчас тоже посмотрим 17 медалей привезли наши гимнастки из венгрии там проходил кубок печа показать себя и побиться за подиум приехали девчонки из хорватии словакии венгрии молдавии румынии ирландии боснии и герцеговины анна ритюнская из бендер взяла три золота еще медали у марии шалар анастасии сухович ксении станелевич и ники карабер кишиневе прошел чемпионат молдовы по акробатике сумасшедшая интрига закрутилась среди женских троек девчонкам из бендер амелии кукович к амеле красной и амалии оруджевой немного не хватило до золота в итоге серебро акробаты из террасполя суклея и бендер в призах во всех категориях чемпионат молдавии стал генеральной репетицией перед чемпионатом европы он пройдет в болгарии в преднестровье представить смешанная пара из террасполя арина богатая и геннадий измайлов воскресенье в екатерининском парке прошел кубок преднестровья по футболу среди ветеранов в турнире участвовали четыре команды терраспольский днестр и сокол заря барс и скицкан и колос и слободзей возраст 45 и выше до бесконечности кто может двигаться кто может стоять на ногах а что в таком возрасте футбол может дать кроме здоровья прихожу на каждую тренировку смотрю болею как футбол во мне финале турнира встретились терраспольские дружины сокол и днестр судьбу кубка решали в серии пенальти хладнокровнее оказался днестр побегали хорошо ветеранский футбол конечно стоит его развивать и продолжать таком же таких же традициях вот как сегодня к ежегодно мы проводим но очень хорошие старые товарищи старые ребята футбол увидели друзей поиграли победила дружба и о большом футболе в лиге 2 бендерская ла фамилия разгромила маяк из кирсова 5-1 после 10 туров бендерчане набрали 14 очков и идут шестыми в турнирной таблице чобручий гандбол первенства приднестровья в черном команда чобруч в синем бельце на площадке все внимание на тренера бельчан александра тучина наставник постоянно что-то эмоционально объясняет своим к сожалению для бельц и к счастью для чобруч это не помогает приднестровская команда громит соперника 39 11 и возвращает все внимание себе но бельцы не унывают они получают удовольствие от игры очень приятно потому что такое количество команд не всегда даже чемпионат молдавии собирает поэтому собираются сильнейшие команды собираются интересные команды которыми очень интересно играть в первенстве приднестровья участвовали парни 15 лет и моложе всего семь команд террас фальч обручи слободзея кишинев бельцы дроки и штефан воды такой турнир у нас первый раз мы проводили просто первенство приднестровья сейчас открытое сделали пригласили команд с молдовы команды с удовольствием приехали к нам мы рады и они счастливы а это уже гандбольное дерби по приднестровски и снова в главных ролях та самая команда из чобруч только уже в красных футболках переоделись не на фарт а потому что соперник гости из террасполя играют в черном их игры это уже перестрелка на этот раз точнее оказалась команда из чобруч а выиграли терраспольчан 21 18 классная игра я считаю то есть ребята топились у нас немножко все таки ребята помладше это чувствовалось на площадке не хватает опыта но тем не менее считаю что мы дали очень классный бой где-то первую половину первого тайма мы вели потом немножко подсели но как же я думаю что это от нехватки опыт золото взяла команда из чобруч серебро кишинева а бронза у террасполя дальше спортсмены будут готовиться к чемпионату молдавии он стартует в начале ноября у никита любимый месяц октябрь потому что октябрь это время когда возвращается его любимый баскетбол да так получается что футбол это конец августа сентябрь баскетбол стартует чуть позже уже началась евролига вот-вот стартовые чемпионов такая баскетболь до футбол лучшие клубы европы там играют вот-вот стартует чемпионат nba это лучшая лига в мире и у фанатов начнутся без бессонные ночи все в ожидании этого нового сезона но но я думаю есть еще более крутой чемпионат и более крутые команды мы сейчас говорим о кубке приднестровья до кубки скоро на следующей неделе должен стартовать чемпионат приднестровья а пока такой легкий аперитив провели кубок сыграли 4 лучшие команды прошлого сезона это рыбница суклея тирасполь и бенни бендеры не будем раскрывать интригу давайте-ка посмотрим кто же в конечном счете победил ну что баскетбольный сезон стартовал сезон в чемпионате приднестровья начнется чуть позже пока разогреваемся кубком кубок финал и сразу такая вывеска тирасполь против бендер но это вечное противостояние и уверен сегодня вот на этой площадке в ближнем хуторе будет жарко быстротрыв может бежит и не может а вот должны бежать быстротрыв вот все хорошо с этим табло только время не показывает странно почему но еще в среду на полуфиналах все работало нормально да еще баскетболе на выходных стартовал чемпионат молдовы но там нет приднестровских клубов нам это зачем а есть приднестровский след так еще например есть команда чадер баскет из чадер лунги там тираспольский костяк и тренер наш это василий василий утин это который еще и детей тренирует еще приднестровский след есть команда баско из бельс там один из главных игроков это бендер чанин вадим бычков они действующие чемпионы да они сейчас несколько сезонов подряд выиграют чемпионат и бычков один играет ведущую роль и кстати он недавно съездил на чемпионат мира по баскетболу 3 на 3 в сербии в белград так что есть у нас и в баскетболе свои звезды и еще одно знаковое событие касаемо молдавского баскетбол баскетбола этот чемпионат они играют на кишнев арене это новый спорткомплекс там потрясающая баскетбольная площадка площадка и так я сам немножко поиграл в этом чемпионате это точно лучше что случалось с молдавским баскетболом за всю его историю но имеется ввиду не появление там никиты хороший стадион это тоже были неплохие времена баску и чадер баскет они как раз таки сыграть между собой на этих выходных на этом самом стадионе но мы продолжаем так в боснии-герсеговине прошел международный турнир по дзюдо 900 спортсменов из 11 стран член на шарватия да конечно же там были ребята из приднестровь босния македония и многие другие государства наши бойцы произвели там настоящий фурор они взяли аж 8 медалей да ну на татами зажигали как и парень так так и девчонки и вот давайте сейчас познакомимся с теми кто выбрал спортивной жизни гибкий путь так алексей новиков добывал серебро на международном турнире подзюдо в боснии алексей как никто понимает философию этого вида спорта самосовершенствование привез серебро но расстроен что не золото ну было нормально чуть-чуть грустно было что я занял второе место а чего тебе не хватило чтобы первое завоевать ошибся в финале а как ты ошибся ну меня бросили на лазарь и время вышло встречи более 900 спортсменов собрались в боснийской столице сараева здесь определяли лучших дзюдоистов международный турнир посвятили памяти боснийского тренера милоша астожича участники из 11 стран конечно сюда приехали и приднестровские дзюдоисты из города террасполя ездило семь спортсменов представляли наш город нашу страну выступили все хорошо заняли места каждый сборался по четыре по пять встреч некоторые из детей участвовали более возрастной категории дзюдо в переводе с японского гибкий путь иван кузнецов понял перевод буквально и показал гибкость своих возможностей участвовал сразу в двух возрастных категориях среди сверстников взял золото а среди ребят на год старше бронзу это заслуга тренера он меня смог двух годовых категориях записать и я постарался и старший занял третье место первую встречу была со старшими самая самая такая тяжелая парень очень сильно ну своей весовой категории на турнире отличилась и лучшая половина дзюдо девушки валерия дегтярий николь курдакова тоже взяли медали у николь серебро а у валерии бронза я не считаю что как бы если ты девочка то ты не можешь бороться как бы если ты девочка то то же самое что и мальчик ходит на борьбу тут не считается типа девочки слабее я считаю что женственность и дзюдо одно другому не мешает на татаме ты борешься показываешь характера в жизни ты такая же девочка и все остальные всего наши дзюдоисты привезли восемь медалей два золота два серебра и четыре бронзы на таком турнире участвовали впервые дальше по расписанию родная сцена спортсмены готовятся к чемпионату приднестровья он пройдет 27 октября ну вот теперь мы собственно поняли почему гибкий путь все попереводили даже с японского даже этим мы занимаемся в спорте на первым японским языком ну а теперь перейдем к соки она уже к нам имеет самое прямое непосредственное отношение ну начнем с лиги чемпионов да мы показывали лигу чемпионов вот привыкли мы баловать зрителей чемпионата мира показываем лигу чемпионов показываем второй сезон накануне показали игру между украинским сарматом и командой виктория из хорватии хорваты абсолютно фееричный матч выдали выиграли 5-1 убедились мы снова что сока развивается для для фанатов соки в этой игре они увидели много знакомых лиц в том числе те же хорваты по факту это сборная хорватии которая приезжала в кишинев на кубок европы и на чемпионат мира тоже они ездили кубки европы в кишиневе они попали в призы бронзу взяли чемпионате мира в германии они заняли четвертое место в общем по-настоящему классная команда в этой же лиге чемпионов мы видели очень много классных команд и из той же самой словении и из грузии ирландцы произвели настоящий фурор в общем за лиги чемпионов было наблюдать приятно да но к сожалению на этот раз не было команд из из амалиги не было ни виктории не вольты но мы будем надеяться что в следующем сезоне это будет авангард тв пмр и он заявит там о приднестровской соки ну а приднестровской соки еще заявила террасполь в прошлом году до тогда они вошли в топ-8 лучших команд европы и немного не хватило вот в четверть финале и надеемся что авангард сможет по слегу чемпионов и подхватит такой же путь да а пока тем временем в амалиги все продолжается там был очередной тур в четверг ну там все жарко неделя отдыха была авангарда потому что семь команды как раз наши не играли все жарко теребно взяла и сотворила сенсацию обыграла вольту 2-1 который оказалось никто не может обыграть до прервали 13 13 матчевую беспроигрышную серию но еще никита знаешь у кого сейчас есть действующая беспроигрыш знаю о вангарда таки есть будем надеяться что она будет продолжаться теребна идет на первом месте техмет обыграл молдову трансгаз вот кстати еще хотел бы править про матч теребну тоже такой знак момент для амалиги наконец-то мы увидели легионеров из бразилии в этом турнире были говорить о том что на самом деле амалига только набирает темпы африканцы были теперь появились и бразильцы так теребна на первом месте с десятью очками техмет обыграл молдову трансгаз виктория и лая пураж устроили перестрелку это было кстати в эфире первого преднестровского именно эти две команды следующие соперники авангарда так что сразу анонсируем в пятницу после вопроса дня матч авангарта в пмр лай и пураж в нашем эфире будете наслаждаться до на прошлой неделе авангард пропускал тур в амалиге но мы все равно о нем говорили и много да много говорили авангард в пмр отметил день рождения четыре года команде это большой путь путь из самых низов из третьего дивизиона чемпионата преднестровья до амалиги где команда уже попала в призер и всерьез претендует на попадание в лигу чемпионов много чего можно вспомнить за это время и тренеров и лидеров команды можно отметить и петра люленова александра жемана и сейчас уже руководит командой денис наконечный из тех самых олдскульных игроков это прежде всего работники нашего телеканала андрей болигарь тот же александр жеман александр ходыкин многие люди которые на самом деле не являются профессиональными футболистами зажигали показывали класс и от корпоративной команды мы пришли к команде серьезной претендующей уже по-настоящему высокие места но вот на этой неделе получилось что у нас была возможность окунуться на нас альги росла и поностальгировать собраться старым составом в кишиневе был кубок прессы до чем-то мне это медиалигу напоминает час популярную в россии которые смотрят все в режиме лайв прямых трансляциях на ютубе по 40 50 тысяч зрителей там происходят невероятные вещи уже все знают что это за команды такие тут рот или команда василия уткина эгресси аммкал с которого все начиналось за которой играли блогеры и который собирал полные стадионы и вот в кишиневе что-то наподобие кубок прессы с участием команды первого приднестровского было на самом деле классно мы окунулись в эту атмосферу да и и футбол поиграли и по штангам побили по штангам я побил это имеет ввиду и не получилось у меня гол забить зато это получилось у многих других сотрудников нашего канала дошли до финала там к сожалению проиграли ассоциации спортивной прессы молдовы со счетом 12 хотя было все абсолютно на равных нам чуть-чуть наверное не хватило удачи судья должен был удалять вратаря соперника в одном из моментов мы по составу у нас все-таки наверное не на кого было ведущих футболистов финале заменять но то не ведущий футболиста не чтобы играть играть финалы вот большом футболе сейчас много говорят о каких-то изменениях что на что-то менять возможно в правилах что сейчас начать время сокращать время ауты ногами замены чтобы можно было заменяться и потом снова возвращаться в общем пора переходить наверное к этим форматом большим напоминающим мини-футбол точнее говоря соку которая особенно развивается ну или медиафутбол или медиафутбол молодежь уже не выдерживает смотреть так это все долго плюс должна быть больше медийность какое-то прямое соприкосновение с игроками с тренерами даже судьями как это происходит в российской медиалиге когда тебе выходят на бровку и прям в режиме онлайн объясняют свои решения пусть даже не всегда правильные но мы и к этому тоже привыкли на самом деле вот если вот в россии это медиалига то я считаю что в приднестровском молдавском футболе это это конечно же сок абсолютно турнир для всех слово сока постоянно отовсюду звучит сока сока когда это касается мини-футбола сейчас мы вспоминая турнир ветеранов которые прошел эти выходные даем слово президенту федерации футбола приднестровья павлу прокудину вот он прямо сейчас и объяснит почему сока так популярно слушаем его наша жизнь становится более динамичная и поэтому популярность такая у соки и в мини-футбола и футзала это очень доступно можно собрать небольшое количество игроков с логистикой тоже легче чем вести команду большую поэтому да это думаю впереди большое будущее мини-футбольных таких турниров ну да как видим что в соку играют и все и журналисты и ветераны и молодежь тоже бегает в этом направлении на самом деле захлестнула все не мешает развиваться большому футболу а только его дополняет здесь у нас печальная нота спорт на первом подходит концу что мы сегодня обсуждали конечно же новое назначение в шерифе главный тренер теперь роман пилипчук много говорили об этом говорили о том как наши боксеры умудрились выиграть 10 тысяч долларов заработать неплохо на на кубке европы также мы вспомнили про сборную молдавии и то что они сейчас творят в отборе на евро это еще раз забор на болдарь может выйти на чемпионат европы и нам вадим рация воспитанник академии футбола шериф да это что-то что-то фантастическое ну и конечно же много говорили про соку про авангард про этот вид футбола а еще про дзюдо баскетбол в общем никогда спортивная жизнь приднестровья не заканчивается не останавливается и мы стараемся этому ритму соответствовать для вас сегодня работали никита кондратов и виктор савченко увидимся через неделю всего самого доброго и любите спорт до свидания